Мы у нас все стройные, высокие, красивые, но меньше 55 килограммов женщины сдавать кровь тяжело. На этом кастинге излишняя стройность минус. Ведь участницам конкурса «Миссис Екатеринбург» придется сдать почти пол-литра крови. В центр переливания красавицы пришли целыми семьями. Мужья страхуют тех, у кого медотвод. У нас всегда есть защитники, которые приходят и нас спасают в таких ситуациях. Ну и естественно, они спасают не только нас, а в первую очередь людей, которые нуждаются в этой крови и которые ждут, что мы придем и поможем. Такого добровольческого отряда на станции давно не видели. Сдать кровь пришли почти полсотни участниц. Эта благотворительная акция не зря стала для конкурса традиционной. Ведь она не только спасает жизни, но еще и помогает омолодиться. При любых дефицитах создаваемых организм начинает работать и компенсировать. Это такая стимуляция. Но не даром в древние века практически все болезни лечили кровопусками. Поэтому, еще раз повторяю, бояться не надо. Но у некоторых участниц перед кабинетом врача все же дрожат коленки. На помощь вновь приходят родные. Так Дарья уже четыре раза сдавала кровь и готова поддержать маму. Она меня очень много спрашивала, переживала. Но вроде все морально подготовилась. Она у меня паякает немножко, но вроде все хорошо, сейчас пойдет сдавать. Она всегда готова помочь, всегда поддержать советом. Даже минимально, если не может оказать какую-то помощь, она всегда что-то подскажет. То есть все, что в ее силах, она сделает. Всегда готовы прийти на помощь и остальные участницы конкурса. Тем более, что о важности донорства многие знают не понаслышке. Хотя без слез до сих пор говорить об этом не могут. А почему он сдает? Соперниц участницы поддерживают не только словом, но и делом. Так Ксения принесла с собой живительный чай на алтайских травах. У нас были рекомендации по донации. Там было четко написано, что должен быть горячий чай и желательно сладкий. Сахар мы заменяем на мед. Это очень полезно. С горячим чаем и горячим сердцем участницы сдали почти 15 литров крови. Но это лишь начало. Впереди еще не одна благотворительная акция. Дарья Монохина, Мария Новикова, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.